Мои дорогие ученики, я очень рада видеть вас в Торт на миллион. Сейчас мы с вами на этапе приготовления ягодного мусса. Все, что нам для него понадобится. На самом деле это небольшое количество ингредиентов. Сахар, кукурузный крахмал, вода и желатин. Более подробно, конечно, малиновое пюре. Более подробно я хочу сейчас рассказать о желатине. О том, какой лучше выбрать, какая у него должна быть сила, какой он должен быть в виду и какой должен быть эффект, который мы от него ждем. Сейчас передо мной вот такая вот баночка желатина. И когда вы будете покупать желатин, очень важно выбрать его таким, чтобы он был сильным. Как правило, в продуктовых магазинчиках, которые такие небольшие, там продается желатин в таких маленьких пакетиках. И он обычно большой силой не обладает. Большая сила желатина начинается с 200 блюм. И именно количество блюм на вашем желатине можно прочитать на упаковке. То есть вот здесь, например, написано прямо на самой лицевой стороне 220 блюм. От 200 уже можно брать. Что дает сила желатина? Она дает именно сам актив и процесс, и плотность желирования в итоговой массе. Естественно, если мы гонимся за стабильностью начинки, мы за ней гонимся очень сильно. И за тем, чтобы с ней ничего не происходило, ни при каких сменах температуры, заморозках, разморозках, то нам очень важно, чтобы желатин был достаточно сильный. Итак, сейчас он у меня здесь, кстати, вот в такой вот достаточно максимально сыпучей форме. Он бывает еще, например, в более таких плотных, больших гранулах. И он бывает еще листовой. Вы можете брать тот, который вам будет по душе. Но при этом обратите внимание, что цена, она немножечко отличается. Во-первых, на фирму желатина. Во-вторых, на его вид, то есть листовой желатин или это желатин гранулированный. Цена будет тоже немножко разной. И этот момент очень важный. Обращайте на него внимание. Здесь, на самом деле, разницы между листовым желатином и гранулированным никакой не будет в эффекте. Если у него достаточная сила, разница будет только в стоимости. Поэтому на этот момент внимание обращаем. И важно, здесь сзади на многих желатинах будет даже некая инструкция такая, как им пользоваться, как его использовать и так далее. Желатин не рекомендуют нагревать выше 80 градусов. В этом случае он теряет свои свойства. Если мы используем его с водой, то мы в большинстве берем соотношение 1 к 5. Где 1 единица это количество желатина, а 5 единиц это количество воды. То есть, например, в рецепте может быть 5 грамм желатина и 25 грамм воды. И в этом случае соотношение 1 к 5 соблюдается. И когда мы будем объединять желатин и воду, произойдет нужный нам максимальный эффект. Сейчас здесь у меня в одном стаканчике уже отмеренное по количеству грамм для этого рецепта желатина количество. Очень важно, что сейчас я не говорю про граммы. Граммы вы можете увидеть в технической карте. И там это все будет точно, подробно, прямо как здесь. Только у вас будет наглядно перед вами. Здесь у меня вода. Воду мы используем холодную, не используем горячую, теплую. Никакую такую не используем. Используем прям просто холодную воду. Далее мы объединяем их вместе. А именно воду наливаем в желатин. Так у нас всегда распределение желатина будет более лучше. Он не будет комковаться. Хорошо перемешиваем. И сейчас оставляем буквально на 15 минут. Как проверить, что у вас хороший желатин? Если через 15 минут, то есть 15 минут это минимальное такое время для гранулированного желатина, для того, чтобы он полностью набух и не было никакой оставшейся водички в стакане. Если через 15 минут это произошло, то все хорошо. У вас хороший желатин, он хорошо сработал. Если вы видите, что даже через 15 минут вот так вот наклоняете стаканчик, и там вода прямо осталась, она отходит от желатина, то это значит, что можно еще поискать, например, желатин, который работает еще лучше. То есть впитывает максимальное количество воды в себя за минимальное количество времени. При этом листовой желатин, он работает достаточно быстро и даже быстрее, чем гранулированный. Но при этом он отличается в цене. То есть здесь есть вот такие вот моменты. Сейчас я убираю вот этот стаканчик буквально на 15 минут в любое место в комнате, где не будет какого-то дополнительного источника тепла. То есть мы не ставим на солнце, мы не ставим рядом с духовкой, рядом с холодильником, который может давать жар, или с любыми другими электрическими приборами. Можно оставить просто на столе 15 минут, и все будет готово. Итак, у нас прошло 15 минут. Посмотрите, каким получился желатин. Он у меня плотный, он не падает из стаканчика, если я его переверну. Из него не вытекает водичка, то есть я так проверяю. И он даже по краям ощущение есть такое, как будто бы он стал немножечко сухим. То есть там гранулы прям побелели, а в серединке они остались еще такие желтенького цвета. Это значит, что желатин готов. Мы отставляем его в сторону и приступаем к самому процессу приготовления. У меня здесь сейчас есть прямо в кастрюле налито ягодное пюре. У меня здесь конкретно малиновое, но на самом деле можно использовать где-то даже микс ягод, а где-то именно саму другую ягоду. В общем, по вкусу вы можете здесь решать, какое именно пюре вы захотите сделать. Естественно, от него будет зависеть весь вкус мусса. Сейчас здесь оно у меня малиновое, и если мы берем пюре для мусса, то нам очень важно, чтобы в нем было минимальное количество косточек от ягоды. То есть лучше всего, конечно, например, взять и просеять малиновое пюре, если вы делаете его самостоятельно, из ягод, которые продаются в заморозке, прям перетереть через сито, чтобы получился чистый продукт на выходе без единой косточки. Можно при этом добавлять чуть-чуть ягод настоящих, живых, которые могут быть из заморозки, то есть они будут немножко с косточками. Это придаст такой, ну, это, в общем, на любителя. То есть кто-то любит косточки вообще в начинках, кто-то против этого. И здесь вы можете выступать именно по своему предпочтению или по предпочтению клиента. Итак, у меня малиновое пюре прямо здесь. Естественно, если вы покупаете малиновое пюре в магазине, где оно продается уже в готовом виде, в упаковке, то там никаких косточек не будет. При этом, если говорить по ценам, то на данный момент соотношение готового пюре и ягод, которые продаются в заморозке, оно, ну, практически одинаковое. Поэтому можно спокойно облегчить себе жизнь и купить готовое. Сейчас у меня здесь малиновое пюре, у меня здесь сахар и кукурузный крахмал. Важно, крахмал используем именно кукурузный, на картофельный он не заменяется. Сейчас моя задача будет смешать кукурузный крахмал и сахар. Прям хорошенько его перемешать, потому что мы будем его вводить в пюре вместе. Перемешать можно просто ложечкой. Здесь нам не требуется чего-то сверхъестественного. Помешали чуть-чуть и готово. Комочки мы тоже с вами здесь не разбиваем. Далее обращу ваше внимание на то, что у меня здесь сейчас с собой пирометр. Пирометр нам понадобится при приготовлении конфи, на чем бы оно не было приготовлено. Будь то пектин, будь то крахмал, как у нас сейчас, или даже если вы готовите его с желатином, у нас будет потом вступать желатин, вам понадобится пирометр. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы отследить точную температуру, когда идеально вводить крахмал и пектин. Крахмал и пектин мы вводим на температуре 35 градусов. Именно в этот момент у него самая благоприятная температура для того, чтобы максимально разойтись по малиновому пюре или любому другому пюре, при этом чтобы не оставить комочков. Температура 35 достаточно маленькая, и пюре в кастрюле, если мы включим ее, наберет эту температуру достаточно быстро. Поэтому не включайте на большую мощность, включайте на самый маленький огонь, и лучше чуть-чуть подождать, а потом его увеличить. Чем пропустить этот момент, вбросить крахмал с сахаром на какой-нибудь уже высокой температуре и избавляться потом от комочков. Это будет не совсем благоприятная ситуация. Избавиться от них будет достаточно сложно. Поэтому включаем на минимум и ждем, когда пюре достигнет 35 градусов. При этом мы можем его помешивать, конечно же, помешивать и постоянно температуру замерять. Обращу еще внимание на то, что у меня здесь сенсорный пирометр, наверняка самый удобный для того, чтобы вообще использовать его в кондитерском деле. Просто потому, что он мгновенно измеряет температуру, и у него вот есть такой красный сенсор, который показывает как раз именно в какой точке температура измерена. И выдает температуру он вот прямо поверхности и прямо сейчас. То есть с ним работать намного удобнее, чем со щуповым, если, конечно же, никаких вариантов нет. То используйте щуповой. А такой можно, например, заказать, чтобы он пришел и служить он вам будет очень долго и очень точно, что самое нужное. Итак, сейчас включаю плиту на минимальную мощность и жду, когда пюре достигнет 35 градусов. А после, в этот момент, буду всыпать дождичком объединенный сахар и крахмал. Включили на минимум и начинаем замерять и помешивать. Вот, у меня сейчас температура 23 градуса, слишком маленькая, поэтому я буду ждать, когда она у меня достигнет 35. У меня здесь пюре объединенное именно с немножко настоящими ягодами, то есть не процеженными, поэтому немножко есть косточек. Это момент, который очень сильно делается именно на любителя. Мне кажется, что в малине косточки дают эффект такой настоящей, реальной ягоды. Все, смотрите. Замеряем температуру. Итак, у нас вот, смотрите, практически 35 градусов, то есть погрешность в 1-2 градуса плюс-минус, она не играет роли. Но как только заметили 34, 35, 36, мы вводим с вами дождичком крахмал с сахаром. Вот так вот. Мы с вами вводим все сухие ингредиенты в этом рецепте и перемешиваем. Здесь уже можно немножечко будет увеличить огонь. Главное сейчас хорошо перемешать. Вот видите, то есть если мы всыпали в нужный момент, то у нас практически нету комочков. То есть вот у меня тут есть 1-2, но и те я сейчас просто лопаточкой легко уберу. И все. То есть мы вот таким вот образом далее увариваем пюре. Наша задача здесь сейчас будет довести до кипения. Как только мы видим, что вот такие вот пузырьки начали появляться по всей поверхности кастрюли, то мы выключаем плиту. И у нас готово. Все, сейчас мы берем все наше пюре и перекладываем его просто в другую чашечку, в которой мы уже будем растворять желатин, в которой мы будем остужать. В кастрюле это делать, конечно же, неудобно. И нужна будет дополнительная емкость. Пока у нас пюре горячее, нам необходимо будет достать желатин из стаканчика. Вот он так выпал. И размешать. Именно в горячем пюре желатин у нас начнет таять. Вот видите, какой он стал? Более прозрачный, более маленький. И он будет вести себя поначалу как масло, которое мы бросили в большую теплую жидкость. Впоследствии он растворится полностью. Очень важно, что мы сейчас с вами на самом деле готовим мусс. И муссы это именно тот слой тортика, который невозможно приготовить заранее. То есть мусс всегда нужно будет готовить уже прям непосредственно перед сборкой. Все, у меня сейчас желатин полностью разошелся. Его здесь совсем незаметно. Это у нас приготовилась только основа для ягодного мусса. Далее нам необходимо ее остудить. Мы будем объединять эту основу вместе со сливками. Если будем объединять ее вот такой горячей, то сливки у нас в итоге расслоятся. И нужного эффекта и вообще нужной текстуры мусса не получится. Поэтому мы убираем в холодильник пюре. Можно не закрывать сейчас пленкой. Я уберу именно в холодильник для того, чтобы быстрее остыло. И буду периодически, заглядывая в холодильник, там каждые две минутки помешивать. Чтобы оно остыло, и мы могли уже использовать остывшее ягодное пюре, которое 35 градусов, для того, чтобы объединять его со сливками и получить нужную текстуру мусса. Итак, сейчас у нас с вами уже остыло пюре. То есть мы можем прям взять пюрометр, замерить его температуру. И она должна быть около 35 градусов. Допускается погрешность в 1-1,5 градуса в ту или в другую сторону просто. Потому что сейчас, пока мы с вами будем готовиться, взбивать сливки и так далее, пюре еще немножечко остынет. А сейчас передо мной сливки. Самая главная составляющая мусса. Мусс у нас всегда делится на две части. Часть сливочная и воздушная. И часть, которая у нас приготовлена на желатине. Будь то ягодное пюре или будь то шоколад. В зависимости от того, какой мусс мы хотим приготовить. Сливки здесь я прям взяла специально вот такие, чтобы показать, что очень важно выбирать 33-36%. Сливки меньше содержания молочного жира. То есть, вот этот процент именно показывает содержание молочного жира в сливках. Все остальное, соответственно, вода. Он должен быть именно вот на этом уровне. Если мы берем сливки 10-20%, то там, соответственно, воды много 80-90%. Все остальное молочный жир. И таким образом у нас получается, что они не взбиваются. Молочного жира слишком мало. Здесь 33-36% все взобьется отлично. Некоторые вещи, которые влияют именно на то, как взбить сливки правильно, как сделать так, чтобы получилось, и какие моменты могут помешать в этом процессе. Это тоже очень важно, потому что если здесь сейчас у нас появилось что-то не так, то у нас потом мусс может получиться не такой текстуры, как должен быть. Из него может начать выделяться водичка. То есть, пойдет расслойка. И, естественно, это дело может пойти капать из торта, сделать трещинку в топовом покрытии. И это будет уже совсем не то, что мы хотели сделать. Наша задача сейчас приготовить стабильный, качественный мусс с нужной текстурой. И моменты, на которые нужно обратить внимание. Самое первое, это температура сливок. У них не будет какой-то конкретной температуры, типа там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень важно, чтобы они были просто из холодильника. И очень важно, чтобы они не нагрелись в процессе взбивания. То есть, если у вас в комнате жарко, например, летом, очень часто бывает, что в комнате 26-27 градусов. Это комфортная температура для нас, потому что у нас там открытое окно, солнышка, допустим, нет. Но для сливок это некомфортно. Ладно, допустим, мы просто наливаем их охлажденными в дежу и уже ставим взбиваться. Но в самом процессе взбивания сливки нагреваются и таким образом теряют свою способность, достигают своей пышности и вообще взбиваться. Что происходит при процессе взбивания? Когда мы сейчас, вот у меня налиты прямо сливки в одежу. Они у меня холодные, охлажденные из холодильника, точно так же, как и эта пачка. Как только мы поставим их в миксер и опустим венчик вниз и включим, у нас венчик начнет загонять пузырьки воздуха в сами сливки. И таким образом пойдет процесс. Они будут становиться все воздушнее, все пышнее. И вы увидите прямо лично, что в массе, которая у вас в чаше миксера, стало много-много пузырьков. А потом она становится более пышной и более плотной. Вот этот процесс, когда сам венчик загоняет пузырьки воздуха в массу и есть процесс взбивания. И на него влияет температура сливок, которая если горячая, то сливки не взбиваются должным образом. И на него влияет скорость миксера. Если мы включаем скорость разную, то есть включаем сначала на четверку, потом на шестерку, потом на пятерку и так далее. То есть если в процессе взбивания мы миксер по-разному включаем, то у нас венчик, он разного размера пузырьки начинает загонять в массу. И таким образом у нас получается масса неоднородная. Поэтому очень важно, если мы решили взбить сливки, выбираем одну скорость и на ней работаем. То есть это обязательно скорость не максимальная, но и при этом не самая маленькая. То есть у меня, например, здесь 6 скоростей, я возьму 4 или 5. Тогда будет отлично, процесс будет отлично идти. При этом я не буду начинать с четвертой и продолжать на пятой. Я возьму сначала или четвертую, или пятую. И там, и там процесс пойдет. Но важно, на пятерке он, конечно, пойдет быстрее, на четверке он пойдет медленнее. Если вы будете в первый раз в жизни, возможно, делать мусс, и вам нужно будет четко отследить именно момент его максимальной готовности, для того, чтобы уже быть смешанным с ягодным пюре, то лучше использовать не самую высокую скорость, то есть даже из средних, то есть не пятерку, а четверку, для того, чтобы вы этот момент не пропустили. Мы сейчас еще особое внимание уделим тому моменту, как же понять, что сливки достаточно взбиты для того, чтобы использоваться в мусс. А сейчас я пока венчик опущу, и вот этот момент нам очень важно будет не пропустить. Сливки достигают своего максимального объема, когда они взбиты не до таких крепких пиков, когда мы уже там можем отсаживать ими, например, прям какие-нибудь узоры из этого крема, а когда сливки именно в таком состоянии, мы сейчас будем его отслеживать по следу венчика. То есть прям взобьем сливки и будем отслеживать. Если венчик оставляет след уже, то есть если вы увидите в дежуре миксера, что венчик оставляет след, то это значит, что у вас уже началась та самая стадия, когда вот-вот нужно будет миксер выключать. Но важно, чтобы этот след потом еще исчезал. То есть мы прям с вами сейчас взобьем, возьмем всю нашу массу, я помешаю ее венчиком, и вы увидите, что след от венчика есть, но при этом он же и исчезает. То есть это такое состояние, его можно сравнить с состоянием талого мороженого. Если вы увидите, что у сливок оно уже такое, то это значит, что нужно выключать миксер, вынимать сливки и смешивать их уже с муссом, потому что это будет то самое идеальное состояние для того, чтобы готовить мусс. Важно, у нас здесь сейчас пюре не горячее, только для того, чтобы не пошла расслойка в муссы. Если вы что-либо добавляете в сливки, то очень важно, чтобы температура была 30-35 градусов. 28-29-35, то есть в зависимости от рецепта используются такие температуры. Если же что-то будет горячим, то пойдет расслойка. То есть сливка у нас, водичка отделится от именно молочной части. Естественно, муссы не получится. Поэтому пюре стадили. Сейчас включаем миксер, я включу на пятерку, и мы с вами будем ждать того самого момента, когда венчик начнет оставлять первые следы. Субтитры добавил DimaTorzok Нам очень важно в этот момент сливки не перевзбить. Если они будут перевзбиты, то они уже не будут такие супер-воздушные максимально. То есть это я сейчас помешала лопаточкой. Я сейчас специально еще возьму венчик, помешаю им тоже, чтобы видно было след. Видите, есть борозочки такие от венчика. Когда я мешаю, причем мешаю я не слишком сильно. Если у вас сливки уже в таком состоянии, и след пропадает достаточно быстро, то все, можно их использовать для создания мусса. Сейчас мы будем объединять. Объединять сливки и объединять нашу ягодную часть. Очень важно этот момент тоже провести правильно. То есть нельзя сейчас поставить сливки на стол, уйти и заниматься своими делами. Потому что сливки, они естественно осядут, все эти пузырьки начнут из них выходить. Поэтому мусс это именно та часть в сборке торта, которую мы готовим вот прямо сейчас, от и до. И сразу же при этом потом приступаем к сборке. То есть нельзя приготовить мусс там заранее или еще как-то, или приготовить сегодня, чтобы собрать завтра. Мусс это то, что будет готовиться вот прямо сейчас. И чтобы прямо сейчас собрать торт. Если вы сделаете так, что где-то придется муссу подождать или еще что-то, то вы увидите, что он зажелировался. То есть он не будет у нас вот таким вот жидким, как сливочная часть сейчас. То есть мы когда сейчас смешаем пюре, они у нас будут именно такие. Если же мы потом это дело где-то оставим, то оно у нас начнет становиться плотным. И мешать наш мусс будет уже практически нереально сложно. Он начнет комковаться комочками, как будто желе. Ну естественно, потому что он на желейной основе. И уже с ним собирать торт будет совсем не то. Поэтому сейчас мы добавляем именно часть пюре в сливки, не наоборот, чтобы не травмировать сливки. Добавляем пюре, просто желательно по стеночке. Пюре у нас сейчас все будет на дне, естественно, потому что оно у нас самое тяжелое. И мы будем с вами аккуратно перемешивать. То есть очень важно еще сам процесс того, как вы перемешиваете сливки. Очень важно не мешать их вот так вот, лишь бы быстрее. То есть нет такого движения, что мы как будто бы взбиваем венчиком только лопаткой. И даже если мы перемешиваем венчиком, мы перемешиваем вот так вот, очень нежно. Очень аккуратно, вот такими движениями. Как будто бы собирая мусс со дна и перекидывая наверх. Таким образом у нас сливки не потеряют воздушность. И текстура мусса станет в итоге однородной, потому что пюре хорошо промешается. Наша задача перемешать, пока все части сливок, то есть белые сливки, не будут вмешаны в само пюре, не будут объединены до конца. Важно этот момент не получится сделать с помощью миксера. То есть это именно работа сейчас ручная и очень такая нежная, чтобы текстура сливок не повредилась, не стала менее пышной. Они не осели, и при этом у нас получилось вот на выходе вот такая вот розовая, однородная масса, жидкая, которая будет называться мусс. Прямо сейчас, когда мусс у нас готов, мы приступаем к сборке торта, начинки с ним.